Хэй-хэй-хэй! Я приветствую вас на своем канале и мы начинаем проходить Fallout. Fallout 1. Так что, погнали! Война. Война никогда не меняется. Римляне развязали войну, чтобы заполучить рабов и богатства. Испанцы создали империю, желая получить золото и землю. Гитлер превратил нищую Германию в экономическую сверхдержаву. Но война никогда не меняется. И в 21 веке война по-прежнему велась, чтобы получить ресурсы, которые можно использовать. Но в этот раз военной добычей стало также оружие, нефть и уран. Чтобы захватить эти ресурсы, Китай вторгся на Аляску. США присоединили к себе Канаду. А Европейское Содружество распалось на вечно грызущиеся друг с другом государства нации, дерущиеся за контроль над еще оставшимися на Земле ресурсами. В 2077 году снова разразилась война. Всего за два часа большая часть планеты превратилась в пепел. И из пепла ядерного взрыва возродилась новая цивилизация. Очень немногим удалось добраться до относительно безопасных огромных подземных убежищ. Ваша семья была в числе тех, кто поселился в убежище 13. Заточенное за огромной дверью убежище под толщей камня, это поколение жило не зная ничего о внешнем мире. Но жизнь в убежище должна вот-вот измениться. Вот такая вот предыстория мира игры Fallout. Мне даже не надо ничего рассказывать. И как в любой RPG мы начинаем создание персонажа. И вот такой вот у меня получился персонаж. Я вложил все в восприятие, интеллект и ловкость. Восприятие влияет на дальность стрельбы, интеллект на получаемый опыт, ну и очки навыков. А ловкость влияет на очки действий. То есть сколько мы всего можем сделать за наш ход. Ну и еще немаловажным возьмем дополнительную особенность, одаренный, которая позволит нам увеличить все очки спешл на один. Но немножко уменьшить наши навыки. Но это такая жертва, на которую мы пойдем. А, ты здесь? Хорошо. У нас возникла проблема. Большая проблема. Контрольный чип системы очистки воды отдал Богу душу. Сделать еще один мы не можем. Этот процесс слишком сложен для наших здешних мощностей. Проще говоря, у нас кончается питьевая вода. Нет воды, нет убежища. Береги себя. В убежище же сломался водяной чип. Починить они не могут, и нам придется его искать. Недалеко располагается убежище 15. Так что мы отправляемся туда. Я хочу заметить, что игра 97 года, но выглядит... Ну, по крайней мере заставки выглядят просто шикарно. Мы первые выходим из этого убежища. И это необходимость, потому что сломался чип. Так что мы первооткрыватели. Все же для 97 года это выглядит очень даже хорошо. Если бы еще игра была с такой графикой. Или мы не первые, кто выходил. Вот тут лежит прекрасный труп. В костюме убежища. У которого берем патроны и нож. Пробиваемся через полчища крыс. И они настолько мутировали, что их даже не берет пистолетная пуля. Приходится дважды стрелять. Вот не представляю, какие чувства испытывает человек, который всю жизнь прожил в убежище. Не видел неба и просто открытого пространства. И тут он выходит на солнце. И это не то же самое, как искусственное освещение в убежище. Так или иначе, отойдя, мы можем вернуться обратно. Типа, извините, я пытался. Недалеко от входа есть доктор. У которого можно лечиться. На третьем этаже у нас есть склад. В вот этих вот ящиках у нас находится вода. Которую мы немного возьмем. А в шкафах у нас есть медицина. Ну, в двух из них есть медицина. Остальные пустые. Все забираем. Также тут можно вот эту вот девушку убедить нас пустить в... Оружейную. Но я не помню, как это делать. Но это нам и не надо. Мы потом все заработаем честным путем через воровство. В самой глубине этого убежища на своем троне восседает Смотритель. Ты снова здесь. И даже в добром здравии. Как продвигаются поиски. Из разговора с ним мы ничего толкового не выносим. Единственное ясно, что нам нужно найти водяной чип. Немного не дойдя до первого поселения, на нас кто-то нападает. Но все обошлось, так как это странствующий торговец. Продаем ему все наше барахло и идем дальше. В Шайди Сенс, где возле ворот нас встречает два человека. У Сета узнаем, что у этого поселения есть два типа врагов. Это Рад Скорпионы и Налетчики. Рад Скорпионов надо перебить и создать противоядие. А Налетчиков тоже надо победить. И естественно, как это могло быть иначе, главный герой единственный, кто способен решить эти проблемы. Он всего лишь всю жизнь провел в убежище и даже небо не видел. Поговори с Катриной, мы получаем опыт за то, что мы переняли у нее опыт. О как. В стороне от ворот в здании мы находим первого нашего компаньона. Это Ян. Йоп, Ян. Так и чтобы ему ничего не платить, мы предлагаем ему часть добычи в качестве оплаты. Но мы ничего ему не дадим. В самом большом здании нас встречает Ародэш, глава этой деревни. Приветствую. Что ты делаешь в Шайди Сенс? Из диалога с ним узнаем, что недалеко находится Джанк Таун. Тут же мы находим Танди, что является будущим президентом НКР. А НКР вырастет из этой деревушки. Привет. Я слышала, в городе появился путешественник. Но я была мало скептически настроена, пока не увидела тебя. Я ей скучно в этом городе, и она хочет чего-то большего. Сразу видно президент НКР. В этом доме находим веревку. Это нам понадобится в убежище 15, потому что там лифт сломан. И нам нужно две веревки. Вторую находим в этом шкафу. Поговорив с сетом, он нас отводит в пещеру с Рад Скорпионами. Устраиваем локальный геноцид. И идем дальше. При получении нового уровня, но это так же, как и в последующих фоллаутах, мы получаем доп. очки, которые вкладываем в навыки. Но все прошло не по плану. Нас ужалил Скорпион, и теперь у нас отравление. Но ничего страшного, в Шейди Сэнс есть доктор, который нас вылечит. Так же со Скорпионов собираем жало, потому что нам нужен образец яда. Ну, по крайней мере, они нам благодарны. У местного доктора мы можем полечиться, и так же отдаем ему образец яда, который мы добыли в пещере. Одно противоядие отдаем брату Сета. Его зовут Джарвис, и он так же нам очень благодарен. А мы отправляемся в убежище. Убежище 15. Убив Скорпиона на входе, мы получаем новый уровень. И я выбираю наблюдательность. Благодаря этой способности мы будем видеть здоровье врага. Опять же, пробиваясь через полчища крыс, заходим внутрь. А вот тут вот нам пригодится веревка, потому что опять же лифт сломан. Привязываем веревку и спускаемся вниз. В шкафчике находим первую нашу броню, кожаную, и веревку очередную. Ее мы опять же привязываем и спускаемся уже на третий уровень. И нас встречает гигантский Круто-Крыс, с которым мы без особых проблем справляемся. Убежище же из себя представляет полную копию нашего убежища 13-го. Так что тут все располагается на тех же местах. И тут у нас есть гранаты, бомбы с часовым механизмом, ну и прочий лут. Всё-таки, как по мне, пистолет надёжней будет, чем пистолет-пулемёт. Как минимум, пистолет-пулемёт тратит много патронов. А у меня дефицит патронов, у нас вообще постапокалипсис. Ну что, потомки, вот так вот раньше выглядел в адс. И тут можно было целиться как в пах, так и в глаза. И естественно, я промазал, как могло быть иначе. Но в любом случае, нам нужно отсюда уходить. Потому что тут всё разрушено. Нет никакого водяного чипа. Хотя, может, если покопаться, может, там и есть, но мы уходим дальше. Здесь ничего нет. Да какого хрена эти мыши не дохнут от пистолетного выстрела? Нам и в очередной раз не дают просто дойти до Shady Sands. И на этот раз тут Скорпионы. И я решаю, не герундаё. Но, это так забавно выглядит в пошаговой стратегии, когда ты такой медленно 10 шагов делаешь, а потом враги делают 10 шагов. Забавно. А нашего компаньона Яна в этот момент сжирают. Сбежав и выжив после схватки со Скорпионами, мы подходим к Ародэшу. Слава богу, ты здесь. Мне очень нужна помощь. Пропала моя дочь Танди. Я не знаю, что делать. До нас доходят неприятные вести. Танди похитили. И, скорее всего, это были налётчики. Так что пошли к ним. Спросим у Сета, что за херня и где Танди. Оказывается, она его девушка. И она была похищена. И только мы способны её спасти. Ведь так обычно и бывает. То, что я спасаю, а лавры достаются её парню. А вот и база этих бандитов. Это, кстати, великие ханы, которые были ещё в Фоллауте Нью Вегас. Точнее, будут ещё в Фоллауте Нью Вегас. Обычно я поступаю так. Беру и всех убиваю. Зарабатывая на этом огромное количество лута. Но на этот раз моя тактика не сработала. Потому что Танди убили. Я не знаю, каким образом. Может, она полезла в драку. Но её убили. Это печально. Ладно, придётся идти дипломатическим путём. А именно, будем обворовывать их. Потому что я всё-таки хочу что-то с этого получить. А то я так толком ничего не получу. Ну, хотя, по-моему, опыта больше получу. Хотя, если я их убью всех, я опыта ещё больше получу. Ладно, пойдём просто выкупим её. Попробуем как-то договориться с ним. Я несу мир и хочу договориться об освобождении Танди. Твоя бессмертная душа будет спасена от смертного греха. Блин. Этот план не сработал. Пойдём по-другому. Я хочу, чтобы ты освободил девушку. Он даже не дал мне договорить. Вот было бы у меня оружие получше. Я б тебя и всю ту команду... В общем, сделал бы что-нибудь нехорошее. А она стоит 714 крышек. Ну что ж, выкупаем её. Но перед тем, как уходить, я сохранюсь. И заберу свои вещи обратно. Думаете, я просто так вкачевал кражу? Кража — это основа моего капитала в Фоллауте. Других мы тоже обчистим. А чё они тут стоят? Привет. Я боялась, что тебя уже нет в посёлке. И мне не удастся поблагодарить тебя за спасение. Вау, это было здорово! Приключения, опасности. В любом случае, если я тебе могу чем-то помочь, только скажи. Ну ты понимаешь, я тут это... Я не из тех девчонок, мистер. Найди себе Брамина, или ещё кого. То есть я её спас из лап бандитов, выкупил её за свои же деньги, она «Вау, какое классное приключение!» и посылает меня по итогу. При этом её парень ничем мне не помог, и даже, ну, со скорпионами там и с бандитами вообще никто ничего не сделал. Я всё сделал. Я в неоплатном долгу перед тобой. Вот твоя награда. А чё я, собственно, получил за это? Мне даже не написало. Ну, наверное, крышки. Я не знаю, сколько у меня крышек было. В общем, я чё-то получил с этого. Отправился я вроде как в Джейкобстаун, но дошёл я до Некрополиса. И тут у нас как раз-таки находится водяной чип. Ну а чё? Сразу же в первой серии мы возьмём водяной чип. Весь город разрушен, так что нам придётся перемещаться по канализации. Кругом трупы, гули, разруха, ну и крысы. И тут же мы встречаем гули, от которых мы получаем информацию, что они получают воду из убежища. А там у нас есть водяной чип, который нам нужен. И чтобы они не сдохли, мы должны починить им водяной насос. В одном из трупов мы находим плазменный пистолет, который мы задорого продадим. Поднявшись из канализации, мы оказываемся прямо рядом с супер-мутантами. И тут есть интересная особенность этой игры. Во второй это уже пофиксили. Во время боя мы можем спокойно ходить. И когда заканчиваются очки действий, мы выходим из боя и опять же начинаем бой. И всё, мы можем спокойно ходить, и нас никто не атакует. Главное, никого не атаковать. Я даже могу себе в наглую позволить просто лутать всё, что тут лежит. А они стоят, они ничего не могут сделать. Я в этот момент прям чувствую себя диву. В канализации я забыл забрать мусор. Не спрашивайте зачем, но можете спросить, это для починки насоса. Не спрашивайте, как починить насос с помощью мусора. Я не знаю. Так или иначе, мы не можем починить его, потому что у нас навык ремонта не прокачан. Так что отправляемся за чипом. А от гуля, которого мы тут же освободили, узнаем опять же информацию о том, что внизу есть чип. А в убежище нас встречают новый тип врагов. А светящиеся гули, которых мы всех убиваем. На третьем этаже забираем из терминала наш чип. И всё. Две с половиной тысячи очков опыта и новый уровень. Прокачиваем сразу ремонт и идём чинить насос. Это, я считаю, надо в цитаты занести. Примерно с 543 попытки мне всё-таки удалось починить этот насос. И всё. Тысяча очков опыта в кармане. Во-первых, мы на карму работаем. Во-вторых, тысяча очков на дороге не валяется. Ну что ж, отправляемся домой. Надеюсь, в этот раз без приключений. Ну да, ну да, без приключений. Так же скучно. И кое-кто из данной разборки не вышел живым. Я хотел просто убежать, но сейчас я не могу так поступить. Я буду мстить. И мстить буду жёстко. Потому что нашего Яна можно залутать. По прибытии домой мы узнаём, что тут устраивается революция. То есть часть жителей хотят уйти из убежища. И мы должны их переубедить. За это мы получим опыт. Примерно с 736 попытки мне это удалось. Плюс 750 единиц опыта. Как вам такое? Но на этом ещё не всё. Кто-то ворует воду. Хоть мы и принесли это водяной чип, но мы сначала решим эту проблему. Что мы знаем? Кто-то посреди ночи тырит воду, а охранника вообще вырубили, ударив чем-то тяжёлым. Ну что ж, на этот раз на сцену выхожу я. Детектив Вайслинкс. Какое же всё-таки у меня немного кринжовое название канала. Ну ладно. Так или иначе, мы прячемся и ждём до полуночи. В полночь же кто-то идёт. И надо спросить, что этот человек делает тут посреди ночи. Он переживает за судьбу убежища и не может уснуть. Обыскав его, мы ничего не находим. Ладно. Проследим за ним ещё немного. Постояв посреди коридора и почесав репку, он куда-то направился. Не, ну я конечно всё понимаю, но это прям наглость жёсткая. Он прям на моих глазах обворовывает нас. Слышь ты! Пулю в голову не хочешь получить? Но он не готов сдаваться. Он достаёт какую-то херню и начинает нас бить. Тут даже охранница прибежала посмотреть, что тут происходит. Победив его, мы узнаём, что он бил нас монтировкой. Гордон Фриман недоделанный. Думал поговорить с охранницей, но всё так же, как в сталкере. Опусти оружие. Но об этом инциденте она ничего не хочет сказать. Хм, если она там стоит, то я могу взломать дверь и пройти в оружейную. Гениальный план. Надёжный, как швейцарские часы. Но! Она реагирует на это. Почему? Она вообще в другой комнате в коридоре стоит. Ладно, мы не зайдём сюда. Пойдём отдадим чип. Тебе удалось найти чип? Да, мне удалось. Оки-доки. Минуточку. Сейчас чип инициализируется. Ха! Заработало! И у нас тут и есть герой! Хо-хо-хо! Ах! Тебе удалось! Удалось нас спасти! У тебя получилось! Но теперь мы должны выслушать твой отчёт. Проведём заседание в библиотеке. Если что, сейчас глубокая ночь, 12 ночи, я поймал вора, и в это самое время они решили провести заседание. Так или иначе, у нас новый уровень. В качестве второй способности я взял бонус урона на расстоянии. Ну чё, тебе как нормально стоять рядом с трупом? Меня очень обеспокоил твой отчёт. Его содержание я имею в виду. Популяция мутантов куда больше, чем можно было бы получить при обычном естественном приросте или мутациях у обычных людей. В общем, мутантов кто-то где-то штампует. Именно. И как ты, наверное, догадываешься, ни одна из этих мутаций не могла произойти естественным путём даже с учётом послевоенной радиации. Не успев насладиться триумфом выполненного задания, как нас опять же отправляют на ещё более опасное задание. А именно нам нужно найти и уничтожить базу, ну или лабораторию мутантов. Собственно, то место, где их производят. Вот находился, набродился по поверхности и теперь у меня радиация в крови. Но доктор не может её вылечить. Он говорит, что я полностью здоров. Вот это я понимаю медицина. А сейчас мы отправляемся в Джанктаун, потому что нам всё-таки надо выполнять задание. Не пойду же я сразу на базу мутантов. У меня даже оружия нет. А вот и Джанктаун. Ну что ж, на этом я закончу. Увидимся в следующей серии. Пишите хотя бы что-нибудь в комментариях, если кто-то смотрит. А то получается, что я снимаю всё это для одного человека. Пока!